Библейский портал экзегет.ру представляет 72-й псалом для библейского портала Экзегет, читаю перевод российского библейского общества. 72-й открывает третью книгу Псалтирия. Они здесь как бы не очень отмечены, но хотя предыдущий псалом закончился Аминь-Аминь, это явный признак того, что здесь заканчивается книга. Еще добавлено конец молитвы Давида, сына Исея. И 72-й носит написание Псалом Асафа. Асаф, соответственно, это один из певцов, один из тех, кто был, собственно, родоначальником вот этого псалмопения, очевидно. И ясно, что это некие храмовые такие молитвы, которые уже не связаны напрямую с царем, как многие псалмы из первой и второй книги. А у нас с вами начинается третья. Хотя тема очень похожа. Но вот это уже не царский псалом, даже и не священнический, он такой общечеловеческий. Он довольно длинный, поэтому прочитаем его по частям. Как добр к Израилю Бог, добр к тем, чьи сердца чисты. Вот хорошо вроде начинается, а дальше все довольно плохо. А я чуть не оступился, я едва не сбился с пути, позавидовал наглецам, видя, как процветают злодеи, как не знают они страданий и полны сил до самой смерти. Тяготы жизни их минуют, и вся мука людей не для них. Гордыня у них, как ожерелье, и насилие их наряд. С жиром заплыли глаза, сердца переполнены похотью. Глумливая и злобная их речь, спесива полна угроз. «Против неба свои пасти скалят, язык шарит по всей земле, а за ними идет мой народ, пьет слова их, как воду». Говорят они, как Бог узнает, разве Вышний может видеть? Вот такие жалобы, и причем он начинает с честного признания. Вообще-то я им позавидовал. Я тоже хотел было стать, как они. Вовремя одумался, слава Богу. Знаете, вот 72-й Псалом полемизирует с первым. Первый Псалом говорит, что вот эти самые нечестивцы, они погибнут, а праведники процветают, он говорит, да нет ничего похожего. Смотрите, что творится в мире. Да, вот эти люди, он их так описывает еще, с издевкой такой, с сарказмом очень злым. У них жиром заплыли глаза. Конечно, это не про физическое ожирение, а скорее про состояние, когда человек вот все никак не насытится, да, и вот у него уже всего много-много-много, но он еще, еще, еще. При этом они глумливы, злобны, похотливы, насилие творят. Вот весь набор сразу, и мой народ идет за ними, говоря, как Бог узнает, разве Вы же не может видеть. Звучит как издевка? Да нет, смотрите. Для древнего человека вообще свойственное представление о том, что Бог, ну, знаете, как для нас, ну, не знаю, там, президент или король, да, кто-нибудь там со склада валенки ворует и думает, ну, кто об этом узнает, что президент или король придет на склад валенки пересчитывать, да. То есть представление, что маленький человечек и его мелкие делишки, они Богу неинтересны. Он там в храмах, во дворцах, он там с пророками решает какие-то важные дела. Вот эта мелочь повседневная, она его абсолютно не касается. И вот что получается. Вот каков удел злодеев, всегда они благоденствуют, умножают богатство свое. Значит, зря я был сердцем чист и в знак невинности омывал руки. Каждый день для меня был мукой, было каждое утро горем. Вот почти что Иов, да, но в отличие от Иова он сам себя тут же осаживает. Если бы стал я так рассуждать, то предал бы племя сынов твоих. Я хотел понять, почему все так. Трудно было мне с этим смириться. Ну, правда, вот мы видим, в мире полно насилия. В мире люди очень дурные, часто процветают, благоденствуют. Люди очень хорошие, бедствуют. Почему все так? Но он себе сразу дает вот некоторые барьеры. Он говорит, так рассуждать нельзя, вот нельзя завидовать нечестивцам. Трудно было мне с этим смириться, пока не пришел в Божий храм. И там узнал я, что ждет их в конце. Вот смотрите, он расширяет, да, вот горизонт. Мы смотрим вокруг и говорим, да, какие безобразия, это просто совершенно невыносимо. А он говорит, да, но если посмотреть, как это устроено целиком, ты сделаешь скользким их путь, уничтожишь их, истребишь. Внезапно будет погибель их, они сгинут, конец их ужасен. Как исчезает сон, когда проснешься, так ты, Господи, восстанешь и обратишь их в призрак. Когда душа моя терзалась и боль пронзала сердце, то я был просто глуп, был невежный, словно скот я был пред тобой. Я с тобой всегда. И ты за руку держишь меня. Ты мудро меня направляешь и поведешь меня к славе. На небе кто защитит меня, и на земле, раз ты со мною, не пожелаю никого иного. Тело моей души истомились, но Бог для сердца моего твердыни, он удел мой навеки. Кто от тебя удалился, погибнет. Ты губишь всех, кто тебе изменил. Я близок к Богу, и мне хорошо. Господь Бог, прибежище мне, я возвещаю все деяния твои. Вот такой неожиданный ответ. Когда-нибудь ты их истребишь, ты обратишь их в призрак. С чего бы это? Вот нет ли здесь такого, знаете ли, как это называют по-английски, wishful thinking, когда мне чего-то хочется, я говорю, что ну так оно и будет, конечно. А вот есть некоторое важное признание. Когда душа моя терзалась и боль пронзала сердце, я был просто глуп, был невежный, и словно скот был пред тобой. То есть человек ограничен. Божье видение, оно беспредельное. И вот здесь доверие. Ты, наверное, знаешь, как с ними поступить. Ты, наверное, как-то это урегулируешь. Да, мне хотелось бы, чтобы все было по-моему, чтобы справедливость была установлена, чтобы милость, но справедливость к врагам, милость ко мне проявилась. Но ты как-то это устроишь. Мне просто было очень больно, и поэтому я хотел этого немедленно. Наверное, я этого не понимаю. Я близок к Богу, и мне хорошо. Господь Бог, прибежащий мне, я возвещаю все деяния твои. Вот и ответ. Я просто пытаюсь оставаться с Богом, даже если я чего-то не понимаю. Трагичная, получается, у нас третья часть псалтири. Вот в первой и второй таких смелых речей псалмопевец Богу не говорил. И здесь, смотрите, будет такого некоторое количество. Не сказать, что прямо очень много, но не единичный псалом. Следующий, 73-й, он тоже с Богом будет говорить на несколько повышенных тонах. Так, оказывается, тоже можно. Но мы его тоже прочитаем. Субтитры сделал DimaTorzok